Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Сегодня мы записываем видео для библейского портала экзегет и будем читать девятую главу первой Маковейской книги. Мы читаем этот текст в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. В прошлый раз, когда мы читали с вами восьмую главу этой книги, мы говорили о том, что Иуда Маковей, ища союзников в борьбе с селевкидской династией и армиями, присылаемыми со стороны селевкидских правителей, заключил союз с Римом, с Римской империей. Сейчас мы увидим, что продолжения никакого эта тема не имеет, потому что ни в этом сила Израиля, ни в сильных союзниках, ни в какой-то земной поддержке, сила Израиля, сила Иуда Маковея, его соратников, его последователей, в верности Богу, верности закону, верности заповедям. Очевидно, для римлян заключение этого союза был совершенно такой вот повседневный, рядовой случай, на который там даже не обратили большого внимания, да, формально этот союз был заключен, но это всего лишь случай присоединения какой-то маленькой незначительной земли, вот добровольное присоединение и большого реального смысла за теми словами, которые они написали, видимо, не было. Они грозили всем, кто нападет на Израиль, что мы будем защищать, выставим свои армии, ничего подобного. Селевкиды, может быть, даже и вообще не узнали о том, что такой союз был заключен, и противостояние селевкидами продолжается. Вот что об этом говорится в девятой главе первой Маковейской книги. «Услышав о том, что Никанор со своим войском пал в бою, Деметрий еще раз послал в землю Иуды Бакхида и Алкима, а с ними правое крыло войска». Деметрий на тот момент занимает престол правителя Селевкидской империи. Никанор — это военачальник Селевкидский, который пал, сражаясь с Иудой. Его войско было разгромлено. Иуда, Израиль вышли победителями из этого сражения. И вот новое нападение Алким, более традиционная нам транскрипция этого имени, более привычная для нас транскрипция этого имени, и Аким, и Бакхид, то есть священник еврейский, который перешел на сторону Деметрия, на сторону Селевкидов, сражался против Иуды. И Бакхид, военачальник в армии Иуды, с большим войском, правое крыло войска Селевкидского, то есть какая-то значительная и, вероятно, лучшая часть этого войска. И вот отправляются они в землю Израиля. Они отправились по дороге в Галгага, разбили стан у Меслот в Арабеллах, захватили это место, перебили много народу. А в первый месяц 152 года они разбили стан возле Иерусалима. Затем они ушли оттуда, направились в Берию, и было их 20 тысяч пеших и 2 тысячи конницы. То есть огромное войско вновь приходит к стенам Иерусалима, грабит некоторые селения на своем пути, и вновь угрожают Иуде и его соратникам. Иуд же стал станом в Эл-Аси, и за ним 3 тысячи отборных воинов. 3 тысячи против 20 хорошо вооруженных воинов, 20 тысяч хорошо вооруженных воинов и еще 2 тысяч конницы. Увидев полчища врагов, ибо они были многочисленны, наши сильно испугались. Еще бы, совершенно несопоставимая сила, вот эта угроза, огромное войско, которое движется на них, и изнуренное в многочисленных сражениях, совсем небольшое трехтысячное войско. Где римляне, где их подмога? Римляне вовсе не участвуют в этой истории. Не надейтесь и на князя, и на сына человеческие, только Бог может быть поддержкой для Иуды и для тех, кто верен ему. Многие испугались, и что еще хуже, многие бежали из стана, так что осталось из них не более 800 человек. Настолько многие, что больше 2 третей из этих 3 тысяч человек, 2 тысячи 200 бежали, испугались этого сражения, и остался небольшой отряд по тем меркам, 800 человек, которые верны Иуде и готовы сражаться, если нужно умереть. Так они и говорят. Увидел Иуда, что отряд его разбежался, сражение неизбежно, сокрушался в сердце своем, что времени собрать своих воинов у него не осталось. Он пал духом, но сказал оставшимся, давайте встанем и пойдем на супостатов, а вдруг мы выдержим сражение с ними. Но они отговаривали его такими словами, нет, не выдержим, лучше нам сейчас спасти свою жизнь, а потом возвратиться с нашими братьями и уж тогда сразиться с ними, нас ведь мало. Но Иуда сказал, нет, не бывать тому, чтобы мы от них бегали, а если пришел у нас час, мужественно умрем за наших братьев и славы своей не запятнаем. Мы видим, что Иуда после того, как его надежды на союз с римлянами не оправдались, никаких римских легионов не подоспело туда, никто не встал на защиту, его отряд совсем малочисленный, он вдруг после всех своих побед, после всего, что он пережил, падает духом. Вот дух уныния — это такой страшный дух, который может самые большие результаты фактически уничтожить. Святые отцы говорят о том, что уныние — это настолько страшная страсть, что если какая-то другая страсть человеком овладела, то всегда есть возможность с этой страстью бороться, как-то сопротивляться, сопротивляться, а уныние буквально парализует человека. Поэтому каждый должен делать все возможное, чтобы никогда этой страсти не поддаваться. В данном случае Иуда поддался, и мы видим, что действует он совсем не так, как перед другими сражениями. Всегда он начинал с чего? С того, что он молится. Молится публично для того, чтобы своим воинам, своим соратникам напомнить о том, в чем их сила. Он приводит примеры разных древних сражений, когда Господь помогал праведникам, и полчища врагов были рассеяны, как Давид сражался с Голиафом, многие другие примеры. Тут он сам забыл обо всем этом. Нет никаких подобных примеров, нет молитвы. И приходит это к тому, что он, да, остается верен в себе в том смысле, что он не бежит и говорит, нет, лучше мы умрем, если пришел у нас час. Но вот находится в состоянии таком унылым, скорбном, печальном. И вышло из стана войско. И выстрелы спротив наших враги начинают готовиться к атаке. Конница разделилась на две части. «Прачники и лучники шли впереди, и, как и все самые сильные бойцы, Баки же находился при правом крыле. Надвинулась фаланга развернутым строем, зазвучали трубы, и тогда те, кто был саудой, тоже затрубили в трубы. И задрожала земля от крика полков, закипела битва, длившаяся с утра до вечера. Маленький отряд, но отчаянно сопротивляется. С утра до вечера, весь день, 22 тысячи человек, отборные бойцы не могут раздавить эту группу людей из 800. Когда Иуда увидел, что Бахит и ядро его войска на правом крыле, он собрал к себе всех храбрецов. Они разгромили правое крыло, преследовали врагов до горы Азота. А когда он на левом крыле увидел, что правое крыло разбито, они зашли в тыл Иуде и тем, кто был с ними. Битва была жестокой, многие пали мертвыми, и с той, с другой стороны, пал и сам Иуда, а остальные бежали. Вот таким образом описывается смерть Иуды. В тот момент, когда дух уныния прикоснулся к нему, и вот начинается, вот отцы говорят, уныние — это смерть души. И вот в этот момент смерть сначала коснулась вот в таком духовном его смысле, и потом наступила и его смерть от других врагов при таком вот отчаянном храбром сопротивлении. Тогда и Анатан, и Симон подобрали Иуду своего брата и погребли его в отеческой гробнице в Мудеине. Очень подробно вот эти события погребения Иуды описываются у Иосифа Флавия в его исторических сочинениях. Здесь это только упоминается. Вероятно, отдельные и очень большие длительные переговоры велись с Бакхидом о том, чтобы Бакхид позволил выдать тело Иуды, и удалось этого добиться. И вот со всеми почестями он был погреблен в отеческой гробнице, то есть там, где был погребен Мататия, священник, отец этих братьев Маковеев. И потом там же в эту же могилу легли и тела других братьев. И Анатан и Симон — это братья. Они оплакивали его и горько рыдали по нему, и весь Израиль рыдал по нему. Они горевали много дней и говорили, как же пал могучий спаситель Израиля. Прочее, что можно еще рассказать об Иуде, о его сражениях, совершенных им подвигах, как и о величии его, не записано. Всего этого было чрезвычайно много. Вот таким образом говорится о гибели Иуды в бою. Человека, который с небольшим отрядом начал когда-то сопротивление против захватчиков, против селегкидов и воодушевил Израиль. И в течение многих лет фактически отстаивал независимость Израиля. А главная возможность для израильтян сохранять свою веру, совершать богослужение в храме Иерусалимском, чтить Бога, так как делали это их отцы, праотца, древние патриархи, совершать жертвоприношения, исполнять заповеди закона. Вот таким был Иуда, и таким он запомнился, как великий герой Израиля. Здесь говорится, что невозможно даже записать много не записано. Всего этого было чрезвычайно много. Много чего? Его подвиги, его победы, его величия. Немножко даже напоминает то, что когда-то будет написано в Евангелии, что о том, что сделал Господь Иисус Христос, невозможно все написать. Потому что, если бы это писать подробно, то весь мир не смог бы вместить такое количество написанных книг. Мир не может вместить Бога. После гибели Иуды предводителем израильтян, верных Богу, верных законам, становится его брат Иоаннатан. И было так, говорит нам автор Маковийской книги. После кончины Иуды по всему Израилю подняли голову отступники. Восстали все творящие беззакония. Кто такие отступники? Это перебежчики, вот те, кто пошли вслед за Алкимом, то есть за вот этим священником, перешедшим на сторону врага. При Иуде многие боялись открыто противостоять вот той линии, которую он вел переходить на сторону Деметрия, Селевкидов. Когда он скончался, естественно, все эти люди, как здесь написано, подняли голову. То есть начали активно действовать. Восстали все творящие беззакония. Вон на дни начался страшный голод. Население перешло на их сторону. Бакхид выбрал нечестивых людей, поставил их владыками страны. Они разыскивали и выслеживали друзей Иуды, привозили их к Бакхиду, а тот мстил им и издевался над ними. И обрушились на Израиль в великое бедствие, какого не бывало с того времени, как перевелись у нас пророки. Мы видим, что вот эти страшные дни, когда враг, по сути дела, одержал победу, впервые после многих лет, всегда Иуда одерживал победу. Но теперь он погиб. И фактически это поражение. Враг занял все эти области. Люди терпят голод после разорительных войн, после субботнего года, когда нельзя было возделывать землю по закону. И вот это еще пришлось на время войны. Еще и голод. И вот Бакхид разыскивает сторонников Иуды, предает их казням, насмешкам. И здесь это связывается с чем? С тем, что перевелись пророки. Нету больше того вдохновения, той ревности о Боге, той готовности жить и умирать ради верности Богу, ради верности закону. И вот такое малодушие, уныние и бедствие в результате. Но некоторые не хотят с этим смириться. Прежде всего Иоаннатан, Симон, братья Иуды. И вот все друзья Иуды собрались и сказали Иоаннатану. С тех пор, как скончался твой брат Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти и войти против врагов, против Бакхида и на тех, кто враждебен нашему народу. Так вот, сегодня мы избрали тебя, чтобы ты был у нас вместо него начальником и предводителем, дабы вести нашу войну. И в такой час принял Иоаннатан предводительство и встал на место Иуда, своего брата. Вот таким образом происходит то, что Иоаннатан принимает на себя всю ту власть, которую до того имел Иуда, его брат. Он не сам вышел и сказал, я теперь вас возглавлю, я вас поведу. А вот пришли эти люди, которые были верны Иуде и сказали, нет у нас больше того, чего было. Ты будь нашим главой, будь нашим предводителем, будь нашим вождем и веди нас. Очень интересные здесь слова. Нет того, кто мог бы войти и выйти, чтобы вести нашу войну. Вот такое двойное повторение показывает вот такую особую силу, с которой должны происходить эти действия. Как бы во всех направлениях должна свестись эта война. Узнал об этом Бакхид, вознамерился убить его, Иоаннатана. Бакхид чувствует, что вновь вот какое-то сопротивление начинает возникать. Иоаннатан узнал об этом, а также Симон, его брат, все, кто был с ним, они бежали в пустыню. Такой расположились с Таном у водоема Асфар. Нет у них пока возможности открыто сражаться с Бакхидом. Они прячутся, копят силы. Бакхид же узнал об этом в субботний день. Перешел со всем своим войском за Иордан. Тогда Иоаннатан отправил своего брата во главе толпы и попросил у Набатеев, своих друзей, оставить у них на хранение много нашего добра. Но сыны и Амбри вышли из Миндабы, захватили Иоанна со всем, что у него было, и ушли захваченным. Бакхид знает, что Иоаннатан собирает силы, что скрывается в пустыне. И в субботний день. Почему в субботний день? Потому что в субботний день запрещено совершать любое действие. И если мы вспомним, то начиналась Маковейская книга с рассказа о том, что войска тогда еще Антиоха IV, Епифана, нападали на иудеев. Тоже, когда они прятались в пустыне, именно в субботний день. И те не оказывали никакого сопротивления. Говорили, мы не будем не выходить из пещер, не кидать камни, не сопротивляться. Это же все труд, работа, нарушение субботнего покоя. И вот очень многие тогда погибли. И также вот тогда описывалось, что Мататия и потом Иуда тоже воспринял это решение. Вот они тогда совещались и решили, что нет, если речь идет о спасении жизни, о спасении народа, то ради этого возможно и нарушение субботнего покоя. И вот в этот раз такой вот вероломный подход Бадхида, именно в субботу, чтобы вот уничтожить несопротивляющихся, в этот раз это не удалось. Иоанн, это один из этих семи братьев, отправляется, как здесь сказано, с толпой. Что это за толпа? Это не отряд воинов, а это, видимо, женщины, дети, старики. То есть какие-то люди, которые шли за этими повстанцами, за Иоаннатаном, ну, представляли себе именно такую беззащитную толпу. Они шли для того, чтобы вот Иоаннатан их защищал. Иоанн пытался куда-то сохранить где-то какое-то их имущество, вероятно, продовольствие, там, одежду, что-то такое. Но сыны Иоанн-бри вышли из Медаба и захватили Иоанна со всем, что у него было, и ушли с захваченным. Вот и здесь они тоже терпят некоторую неудачу. После всего этого Иоаннатану и Симону, его брату, сообщили о том, что сыны Иоанн-бри справляют пышную свадьбу и ведут из Надопата невесту, дочь одного из знатных ханаанских вельмож, с большой свитой. Вспомнили они о крови Иоанна, своего брата, вышли и спрятались под прикрытием горы. Вот подняли они глаза и увидели шумное шествие, много всякого добра, а жених, его друзья и братья с тимпанами, музыкантами и толпами народа вышли им навстречу. Тогда они бросились на них из засады, стали убивать их, многие пали мертвыми, а остальные убежали в горы, и все их добро было захвачено. Вот этот крайне недружественный шаг со стороны вот этого племени, сынов Иоанн-бри, оказался отомщенным. Они отняли у безоружных фактически людей вот этой толпы все их имущество, но теперь уже Иоаннатан со своим отрядом напал на них и отнял наоборот все, что у них было. Свадьба обернулась оплакиванием, а музыкой и пением причитанием. Так они отомстили кровной местью за своего брата и вернулись в болото возле Иордана. То они были в пустыне, теперь они прячутся в каком-то близком месте, в каких-то болотах. Бакет услышал об этом и в субботний день пришел к берегам Иордана с большим войском. Опять в субботу он приходит, все время он думает о том, как бы вероломно напасть наименьшими потерями. И это говорит о том, что он понимает, что хотя этих людей мало, но они очень сильны. Они сильны, потому что они воодушевлены верой в свое дело, верой в свою правоту. И вот ему не все равно, он приходит в субботу, чтобы с наименьшими потерями их взять. И вот он пришел к берегам Иордана с большим войском и сказал Ионатан тем, кто был с ним. Ну теперь воспрянем, будем сражаться за наши жизни, ведь сегодня не то, что вчера и третьего дня. Смотрите, впереди битва, позади вода Иордана, справа и слева болота и заросли, и отступать нам некуда. Так что вызывайте теперь к небу, чтобы спастись вам от рук супостатов. Ионатан обращается к своим соратникам, воодушевляет их и говорит ему таких схований, что сегодня не то, что вчера и третьего дня. Это выражение очень распространено в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете. Вчера и третьего дня, то есть как бы то, что было всегда, так вот расширительно надо понимать это выражение, не только вчера и позавчера, а то, что вот всегда было. И тут Ионатан говорит им, что сегодня исключительная ситуация, сегодня вот особый день, не похожий на все, что было перед этим. У нас нету никаких возможностей, мы не можем ни отступить, ни спрятаться, ни уйти, нам надо сражаться. И он сделал то, о чем забыл Иуда в своем последнем сражении. Он обратился к этим людям и сказал, теперь взывайте к небу, то есть молитесь, чтобы спастись нам от рук супостатов. Только Бог может помочь в такой ситуации. Завязалось сражение. И замахнулся Ионатан, чтобы сразить Бакхида, но тот уклонился. Тогда Ионатан и те, кто был с ним, бросились в Иордан, переплыли на другой берег. Враги не перешли, следом за ним реку Иордан. В тот день у Бакхида пало около тысячи человек. Кровопролитное сражение без какого-то внятного результата. Он возвратился в Иерусалим, построив в Иудее укрепленные города, крепость в Иерихоне, Амаус, Бетерон, Бетель, Тамнато, Фаратон, Тефон с высокими стенами, воротами и запорами. Разместил в них крепостную сражу, чтобы враждовать с Израилем. Укрепил он также город Бет-Суру, Газару и крепость и оставил в них войска с запасами пищи. Взял с ложниками сыновей, предводителей края и посадил их под стражу в Иерусалимской крепости. Пока Ионатан где-то прячется со своими отрядами, сражение кровопролитное окончилось, можно сказать, в ничью, и Бакхид по-прежнему силен. Он строит укрепления, он подчиняет себе самые главные города, населенные пункты, ставит там свои гарнизоны, захватывает каких-то детей Израиля, то есть каких-то лояльных по отношению к Ионатану руководителей этих городов, этих населенных пунктов. И в качестве заложников оставляет их в той самой Иерусалимской крепости, которая всегда была таким очагом влияния именно селевкидов. Много раз Иуда пытался взять штурму эту крепость, подчинить ее себе, и это не удалось. И сейчас, когда наоборот, как бы сила все на стороне Бакхида, на стороне селевкидов, тем более эта крепость является их твердыней. В 153 году, во втором месяце, напоминаю, что здесь летоисчисление не по нашему привычному календарю, а по календарю, связанному с временем правления Александра Македонского, Алким велел разрушить стену внутреннего двора святилища, уничтожить дело пророков. И уже начал уничтожение. Алким — это тот самый Иаким, священник, перешедший на сторону врагов. По каким-то причинам он вот здесь начинает разрушение храма. Но как раз тогда Алким охватил удар, и это помешало его замыслам. Он потерял речь, способность двигаться, не мог больше вымывать ни единого слова и дать распоряжение о своей семье. Тут и умер Алким в страшных мучениях. Когда Бакед узнал, что Алким умер, он возвратился к царю, и земля Иуды покоилась в течение двух лет. Такая страшная судьба этого Алкима и страшная смерть. Здесь, в первой Маковейской книге, он представлен таким вот героем, которого можно охарактеризовать только как отрицательного персонажа, предатель, изменник. Из некоторых других текстов, как священного писания, так и исторических источников, можно сделать вывод, что это некоторое, ну можно сказать, упрощение, чтобы было вот яснее. На самом деле, видимо, это был человек противоречивый, и вот он, может быть, даже искренне думал, что он может сохранить веру, при этом перейдя на сторону селевкидов, что вот такая стратегия, а не стратегия Иуда, не стратегия сопротивления, а стратегия компромисса поможет ему сохранить веру, благочестие Израиля. Но он ошибся. И когда он это осознал, то, видимо, вот что-то вроде сумасшествия, отчаяния им овладело, даже храм он хотел разрушить. И, как мы из других источников знаем, вот он не просто скончался такой страшной смертью, а это было самоубийство, он наложил на себя руки. И без него Бакиду, вероятно, сложнее находить поддержку среди населения Израиля. Вот пока был этот Алким, был священник, который вроде как тоже продолжает традиция закона. И Бакид мог говорить, да я же вообще-то за это, я не против веры, не против религии Израиля, вот я и священника с собой привел. И в этом, конечно, было очень много лакавства, но вот население его, может быть, из-за этого поддерживало. Многие отступники, они вот колебались и думали, что вот, идя за Алкимом и за Бакидом, они и не отступают от веры. Но вот теперь Алкима нету, Бакиду не на кого опереться, обнажается вот его такая позиция, как врага, как разрушителя. И он уходит, Бакид, на некоторое время обратно к царю Деметрию в Антиохию. И земля Иуды покоилась в течение двух лет. И вот все отступники собрались совещаться и говорили, вот ведь как, Иоаннатан и его пристные живут мирно и спокойно. Давайте вернем сейчас Бакиду, и он захватит их всех за одну ночь. Они отправились к нему, сговорились с ним, тогда он двинулся в путь с большим войском, тайно разоскал письма всем своим союзникам в Иудеи, предлагая схватить Иоаннатана и тех, кто был с ним. Но они не смогли этого сделать, потому что их замысел был раскрыт. Люди Иоаннатана захватили около 50 человек местных, возглавлявших заговор, и перебили их. То есть перемирие на два года, ну вот какой-то вновь конфликт вспыхнул, который окончился тем, что Иоаннатан оказался, по-прежнему сохранил свою независимость. После этого Иоаннатан и Симон, также те, кто были с ними, удалились из Бэтбаси в пустыню, отстроили то, что там было разрушено, укрепили поселение. Узнав об этом, Бакид собрал все свое многочисленное войско, послал распоряжение своим сторонникам из Иудеи. Он пришел, разбил стан возле Бэтбаси, долго пытался завоевать поселение, зародил осадные машины. Тогда Иоаннатан оставил в городе Симона своего брата, а сам отправился в сельскую местность, причем вышел он с горской людей. Он призвал Одомэру и сородичей его, а также сынов Фессариона в их шатрах, и они начали бить и теснить войска Бакида. Тогда Симон и те, кто был с ним, вышли из города, подожгли их осадные машины и сразились с Бакидом. Он был разбит и страшно подавлен, потому что и замысел его, и поход оказали тщетно. Он распалился гневом против отступников, посоветовавших ему пойти в эту страну, убил многих из них и решил уйти в свою землю. Вот так спустя два года стали развиваться события. Бакид вернулся. Иоаннатан с меньшими, как всегда, силами сопротивляется. Но вот он тайно вышел из своего убежища, убедил окрестное население напасть в тыл по отношению к войскам Бакида. И пока вот стало это сражение развиваться, он сам тоже вышел из своего убежища, сжег эти все осадные машины. И таким образом Бакид потерпел поражение. Узнав об этом, о том, что Бакид уходит, разочаровывается вот в своих попытках поразить Иоаннатана, Иоаннатан отправил к нему послов, чтобы заключить этот мир, чтобы вернуть пленных. Бакид согласился на это и сделал так, как сказал Иоаннатан, поклявшись не причинять ему никакого зла до конца своей жизни. Он отдал ему пленных, которых прежде захватил в земле Иуды, возвратился в свою землю и уже не решался снова вступать в их пределы. Тогда угомонился клинок в Израиле, и Иоаннатан поселился в Махмасе. И стал Иоаннатан судить народ и истребил нечестивцев в Израиле. Таким образом, мир вновь на некоторое время приходит на израильскую землю, Иоаннатан становится вот кем-то подобным древним судьем Израиля. Именно это выражение здесь употребляется, что он стал судить народ, то есть править. И те нечестивцы, то есть те перебежчики, которые вот из сынов Израиля вышли, но встали на сторону врага, на сторону селевкидов, истреблены. Иоаннатан вновь получает власть над землей Иерусалимской, над землей Израильской. Вот этими событиями заканчивается девятая глава первой Маковейской книги. Эту главу мы читали в переводе Брагинской и Шмайна Великановой для библейского портала «Экзогет». Субтитры создавал DimaTorzok